Всем привет! Сейчас я вам расскажу, с чем я столкнулся и вообще стоит ли менять свой Redmi Note 8 Pro на Redmi Note 9 Pro. Дело в том, что Note 8 Pro был моим основным смартфоном где-то месяца 3-4-5, до хрена его знает, я уже не помню. Достаточно долго. И вот мне тот смартфон очень нравился, но так как у меня есть канал на YouTube, ну логично, что я должен перейти на новую модель, потому как она будет в дальнейшем продаваться, а Redmi Note 8 Pro уже доживает свои последние деньки, скорее всего, в скором времени его, наверное, я так думаю, что снимут с производства, хотя он очень популярен, чтобы очистить дорогу для Redmi Note 9 Pro. Поэтому я приобрел девяточку, прошку, и вот сейчас хожу. Так вот, с чем же, собственно, я столкнулся, сейчас расскажу. Есть ли какие-то трудности, вообще какие различия, и стоит ли вообще приобретать Redmi Note 9 Pro и забыть про восьмерку. Может быть, стоит оставаться на восьмерке. Для начала, у меня вот так вот они выглядят. Зеленый цвет мне очень понравился, такой градиент на зеленый цвет у меня на Redmi Note 8 Pro. И вот такой серый ртутный цвет, очень так же красивый, на Redmi Note 9 Pro. Оба цвета мне нравятся, и там несколько расцветок вы можете в белом цвете купить, можете в голубом цвете купить. Ну, голубой цвет будет выглядеть достаточно так же красиво, как вот, допустим, то же самое вот у меня в голубом цвете. Это Redmi Note 9s. Распаковка есть на канале, если хотите, пройдите, посмотрите. Цвет мне очень зашел. Плюс ко всему, я почему его убирал? Потому что в комплекте идет вот такой вот силиконовый, притемненный черного цвета чехол, с которым я, собственно, сейчас гоняю. Ну, хочу уточнить то, что, ну, я носил Redmi Note 8 Pro без чехла, исключительно без чехла и без пленок. Думал, для чего? Ну, для того, чтобы показать потом на канале, как он себя ведет. Сейчас очень трудно это будет продемонстрировать, но, в общем, я его расцарапал весь в слюне. То есть, у меня весь дисплей вот царапины, внизу, вверху, везде коцки, все покоцано, все расцарапано. Вот, обратите внимание, сейчас вот в этой области весь расцарапан, у меня падал несколько раз, бился, коцки остались. И вот я по этим соображениям думал, ну, вот покажу на канале, вот смотрите, покажу на канале, как он себя ведет без чехлов, если его носить без чехлов. Но, спустя некоторое время, да, я это показывал, демонстрировал, по мере поступления новых видео, в основном это происходило, когда я показывал новые чехлы на Redmi Note 8 Pro, они приходили. Кстати говоря, подписывайтесь на канал, на этот смартфон, да и в целом на Redmi Note 9S много чехлов заказал, в скором времени покажу. Так вот, я пришел к тому выводу, ну, хрена здесь показывать. Ну, как бы царапается, он и царапается, ясное дело, ну, просто вы скажете, ну, да, он царапается, ты же его без чехла носишь. Поэтому, смысл его носить без чехла, следующий смартфон, я не вижу. Буду носить без чехла, естественно, он весь в говно, в слюни рассорапается. Ну, и что я покажу? Вот, посмотрите, до чего я дошел, до чего я довел свой смартфон. Ну, как бы ты сам дурак, да? Вы согласитесь со мной, наверное, скорее всего. Так вот, гоняю вот с этим комплектным чехлом, отрезал здесь такую заглушку. Видите, вот прям ножницами срезал, потому как не понимаю, нахрен она там нужна. Пылесборник, видите, там будет. Да и хрен с ней, пускай пыль собирается, что он вечный, что ли. Что я почувствовал? Какие-то негативные ощущения, какие-то негатив я испытал. Сразу говорю, нет. Определенные трудности появились, но это трудности привыкания. Redmi Note 9S больше по размерам, диагональ больше, это плюс и минус. Смартфона, смотрите, насколько различия. То есть, по ширине они примерно одинаковые, так что в удержании примерно все одинаково. А вот по высоте он где-то на сантиметр больше. Что я могу сказать по этому поводу? Удерживать, ну, то же самое. Смотрите, различия, ну, граммульку он все-таки пошире. Удерживать примерно то же самое. По высоте, да, дотянуться как бы сложнее до верхнего края. Здесь тянуться необязательно достаточно вот от середины, пожалуйста, шторка срабатывает, все окей. От девятки прошки индикатор событий есть. Нравится приятная анимация при заряде. Больший аккумулятор как бы держит дольше. Ну, и заряжается дольше, чем Redmi Note 8 Pro. Хотя, это не точно, потому как все-таки я поносил и здесь аккумулятор я подубил. По автономности, я думаю, здесь плюс-минус одинаково. То есть, Redmi Note 9 Pro сейчас в моем активном использовании полтора суток держит. В принципе, то же самое было полтора-двое суток на Redmi Note 8 Pro. Я в дальнейшем отвечу на вопрос, стал ли я менять, на самом деле поменял бы я, стоит ли переплачивать за Redmi Note 10. Все такие вопросы, потом уже в дальнейшем, вкратце, в конце. По автономности, примерно все одинаковое. Естественно, здесь аккумуляторы побольше. Знаете, ну, может быть, на 10%, на 15% это дольше держит. Но это не факт. Опять-таки, обновление. Здесь еще крайне сырая прошивка. Я столкнулся с некоторыми проблемами, как баг при разблокировке смартфона. То есть, я когда его разблокирую, вот он полежит где-то минимум 10 минут. И когда я его разблокирую, почему-то не появляются иконки на рабочем столе. Сейчас, наверное, мне так не получится, но все-таки давайте разблокируем. Вот я нажал, смотрите, иконки появились, да? Еще раз. Иконки появились. Ну, вот если он полежит, и где-то от 10 минут почему-то иконки не появляются. Есть такой баг в системе. Хрен его знает, с чем это связано. Далее. Я читал под прошлым своим видео, некоторые люди пишут такие комментарии, что якобы расположение на задней, на тыльной стороне сканера отпечаткового пальца это гораздо удобнее, чем расположение с торца смартфона с одной стороны, с правой стороны. Вот он он, да? Видите? Многие склоняются, что такое расположение как бы не такое удобное, как на восьмерке. Я, честно говоря, на самом деле думал, возможно, да, что возможно так, что я с этим столкнусь, потому как расположение только с одной стороны, под правшу. Я, допустим, я правша, но всегда телефон держу левой рукой. Нелогичнее пользоваться большим пальцем левой руки. И вот думал, что с этим столкнусь. Но то, что можно добавить не один отпечаток пальцев, и даже не два, а более четырех. Хотя хрен его знает. Я добавил где-то четыре или пять. И в таком использовании, когда несколько пальцев, как бы вы не взяли бы телефон в руки, ну вот вы Redmi Note 8 Pro берете, да, вот он лежит вот так. Вы его правой взяли, если вы левша, разблокировали, вот у вас палец. Если так лежит, взяли вот его, со стола приложили, снова разблокировали. Нет проблем. То же самое я могу сказать и утверждать, да и уже проверено, то, что Redmi Note 9 Pro срабатывает сканер на отпечатку пальцев шикарно в любой ситуации. Допустим, вот у вас правая рука. Лежит телефон, да. Сейчас мы его выключим. Я зарегистрировал этот палец, этот палец, этот палец и этот палец, да, как минимум. Смотрите, вот он лежит, сплеем кверху. Могу разблокировать его указательным пальцем. Вот, пожалуйста, готово. Далее, если он лежит вниз дисплеем, тут уже можно вот так вот большим пальцем разблокировать. Так, что-то он не сработал. Вот, пожалуйста, разблокировал. Кстати, двойной тап поддерживает. Пожалуйста. Face Unlock. Отлично срабатывает. Тут тоже нет проблем. Далее. Лежит он так, вам надо взять левой рукой. Берете левой, вот, пожалуйста, прикладываете палец. Все сработало. Кстати, вот, пожалуйста, тот самый баг. Почему нет иконок, я вот хрен его знает. Нажимаем вот домой, появляются. Далее. Если у вас вот этот большой палец. Ну, допустим, вот лежит он вот так вот кверху. Вы левша берете, разблокировали. Далее. Как еще? Какие еще сценарии бывают? Сканер отпечатков пальцев действительно удобен. Срабатывает в любой ситуации при любых сценариях. В играх он себя лучше ведет. Все-таки чуть-чуть, но мощнее, чем МТК-шный, установленный в Redmi Note 8 Pro. Как они ведут себя? Немножко по-разному. Если этот нагревается, этот нагревается, то это после нагрева начинает... Ну, вот конкретно я в колду играю, да, в колде. Начинается все очень медленно двигаться. Твой герой, твой аватар становится вялым. Ты там передвигаешься. Ну, в общем, плохо. Играть все равно после перегрева. Это случается где-то через 40 минут. И даже то самое пресловутое охлаждение, встроенное сюда, здесь не помогает особо. В общем, перегревается, начинает тротлить. Здесь в колду я играл после часа. Также очень сильный перегрев начинается. И здесь именно фрезы. Тут подергивание. Ну, что-то как-то это. Но! Здесь установлены у меня на полную катушку все настройки, графики. Вообще все полностью. Играть вообще отлично. Во-первых, большой дисплей. Тут погромче звук, чем на Redmi Note 8 Pro. Где-то процентов на 10, на 15. Это в перезвонках заметили мои родные. Далее, все-таки тактильно здесь приятен виброотклик. То есть, кто в экстазе от вибро, пожалуйста, заказывайте. Да, это не iPhone XS, который у меня был когда-то в использовании. Но все-таки вибромоторчик здесь классный. Далее, по играм я потом покажу вам. Давайте, наверное, все-таки сыграем в колду. Немножко покажу, как он тянет игрушку. Играть шикарно. Во-первых, большой дисплей. Отличная яркость. Шикарная передача цветов. IPS смотрится хороша. Да, здесь нет 90 Гц, но он шикарен. Хороший дисплей за свои деньги. NFC здесь есть, как и в Redmi Note 8 Pro. Нет проблем. И что немаловажно, сейчас я вам покажу еще. Посмотрим на платочки. Так, ну этот я не буду открывать. Там у меня стоят на сим-карте. Не хочу их вываливать. Потом обратно их затаскивать. Давайте, там, короче, на 9 Pro. Установлены две сим-карты сразу можно установить. И одновременно ты даже можешь запихнуть карту памяти. Это очень удобно, если у вас, допустим, на карте памяти какие-то хранятся фотографии. И уж тем более, если у вас там какая-то коллекция музыки. Ну и к тому же вы можете заказать самую дешманскую версию на 64 ГБ, не переплачивать за 128. А вот здесь как раз-таки комбинированный лоток, что является минусом. Тут вам придется выбирать, что поставить. Одну сим-карту и карту памяти, либо две сим-карты. Но карту памяти вы сюда не впихнете. Есть вот такое ограничение. Резинки, уплотнители на обоих смартфонах есть, так что защита от брызг, от дождя на обоих смартфонах присутствует. Далее, по связи одинаково. Я живу, у меня квартира расположена высоко на 20 этаже. У меня монолит-кирпич, то есть распашонка. То есть у меня посередине квартиры плохой прием, но по краям в комнатах прием уже более-менее. И в конце концов на обоих балконах, слева и справа от дома, отличный прием. То, что было на Redmi Note 8 Pro, то же самое срабатывает на Redmi Note 9 Pro. Абсолютно одинаково, берет отлично, слышимость отличная, вас слышит прекрасно. 4G срабатывает неплохо, особенно на улице. Wi-Fi не отваливается, нет проблем. По камерам сразу скажу, фотографируют примерно одинаково, плюс-минус. Это, можно сказать, даже камерафон. 64 мегапикселя можно использовать, отлично все. Пишет 60 кадров Full HD, также 30 кадров 4K. Есть стабилизация видео, все это есть. Это посмотрите обзоры, нафиг это все надо. Примерно я вам скажу то, что хорошо, отлично фотографирует и отлично снимает. Неплохо даже пишет уже звук. В условиях хорошая освещенность. Если вы записываете видео во дворе где-то или на природе, шикарно все пишет. Если дома, отлично все видно, хорошее освещение, также неплохо фотографирует. Ну а если темно, то уже извините, куда деваться, да? Что-то я сейчас кого-то процитировал, ну да хрен с ним. Более того, вы можете установить сюда, естественно, прокачать камеру, гугл камеру установить, и вас будет еще лучше фотографировать. В общем-то, кастомизация есть, если хотите, дерзайте. Я этим не страдаю, не задротствую, нахрен вам не надо. Как камерафон пойдет. Дисплей, вот, кстати говоря, ну давайте я нам продемонстрирую все же. Понимаете, в чем дело? Я столкнулся с тем, что здесь яркость и стандартные настройки, видите, на полную. Установлены там и там. Но, почему-то дисплей поярче и понасыщеннее стал на Redmi Note 9 Pro. Почему стал? Да потому что, когда я покупал Redmi Note 8 Pro, здесь дисплей был просто шикарен. Просто яркий, сочный, он и до сих пор таким является. Но он тогда всех рвал. Паркетологи гады, они с обновлениями ухудшили характеристики Redmi Note 8 Pro. Именно для того, чтобы такие, как я, визжали в интернете, посмотрите, покупайте. Вот здесь лучше дисплей, а здесь он хуже. Вот он на 10-15% лучше. Да, это так и есть. Но это не моя проблема, я вам не вру. На самом деле, дело в том, что... Так, 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 дело в том, что... Дело в том, что... Так и есть. И они гады взяли, улучшили характеристики. Ну не улучшили, а сделали такой же отличный дисплей, как в прошлом был Redmi Note 8 Pro. Вот, смотрите, я думаю, что вам на камеру особо не заметно, но на Redmi Note 9 Pro цвета чуть-чуть поярче и чуть-чуть, ну, глазу приятнее. Понимаете, они более насыщенные. Глазу приятнее на Redmi Note 9 Pro. Может быть, это из-за того, что здесь больше дисплей. Какой здесь яркий красный цвет, посмотрите, и какой он здесь немножко желтовато-бледный. Дисплей матрица получше. Это все заслуга тех маркетологов, тех гадов, которые с обновлениями... Кстати говоря, подумайте 10 раз, прежде чем обновлять свой Redmi Note 8 Pro в последнее время. Скорее всего, они ухудшат характеристики и камеры. Скорее всего, ухудшат характеристики всех основных функций, чтобы в угоду, чтобы люди переходили на новую модель. Так что имейте в виду, вот как есть, так есть. Дисплей здесь получается лучше по цветопередаче. Дисплей здесь больше. Играть в игрушки здесь лучше. Так что вот как-то так. А теперь пройдем в колду. Я вам покажу, как идет игрушка. Ну а потом подведем, собственно, итоги. Что я думаю по этому поводу? Стоит ли переплачивать? Стоит ли переходить, если у вас на руках Redmi Note 8 Pro? Или не стоит? А еще, зараза, он немножко потяжелее будет. Так, ну что? Давайте сыграем. Громкость пока на всю сделаю. Если у вас на руках Redmi Note 8 Pro, я, наверное, не советую вам пока обновляться. Как бы у вас хороший аппарат, NFC, все есть, тянет игрушки, отличные фотовозможности, все такое. Если бы не YouTube канал, я бы его себе не брал бы. Пока, пока. Я бы подождал бы, пока, 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 пока скинут цену. А далее уже купил бы по нормальной цене бы, перешел бы. Еще бы, я думаю, месяц-два бы я погонял бы с Redmi Note 8 Pro, а то, может быть, и больше. Что касаемо производительности, да, здесь лучше. Если вот вам конкретно, вы хотите играть в игры, да, то, естественно, здесь, ну, получше. Он себя ведет лучше. Играть приятнее. Большой дисплей, хороший звук, отличный звук. Играть в удовольствие. Так вот, правда, это тяжело одновременно и играть, и объяснять что-либо. Нагрев я сейчас чувствую. Но я, правда, сижу на балконе, закрытая дверь, с закрытыми окнами. И там солнце на улице. Я хоть, у меня хоть и жалюзи, но один хрен тут, вон, жарко. Ну, вот так он, собственно, идет. Так, давайте, наверное, подурачимся. А то так неинтересно сидеть в засаде. Подкидем что-нибудь, вот так вот. Так. Ну, вылазьте, курица. Ёлы-палы. Патроны закончились-то. Так. Никого ничего? Полезно. Наражен. Один готов. Куда побежал? Ах ты, блин. Сейчас мы кого-нибудь подзорвем. Желающие? Ёлы-палы. Да, это было немножко, как бы это сказать, на нервах. Ну, желающие будут. Ой, ты моя курятинка. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Давайте сюда, я вас подожду. Так вот, играть, как видите, самое то. Блин, нагревается, нагревается здесь, в этой области. Смотри, желающих достаточно много сдохнуть. А ну-ка, давайте пестик возьмем. С пестиком будет поинтереснее. Обожаю пестики. Звук отличный. Э, вы чё там? Э, нет, дух. Иди-ка сюда. Я тебя здесь подожду. Чё-то неохота мне. Да вас много на одного. Вы чё? С бренделя? Ждём. Сейчас будем их гранатками закидывать. Ну, чё за херня, а? Никто, желающих нет. Давайте добавим веселухи. Вот так. Не знаю, куда я бью. Ой-ёй-ёй-ёй. Ты смотри, а. Ой-ёй-ёй-ёй. Да ладно. Готов, Вася. Ну вот, как видите, тянет игрушки отлично. Как видите, побеждать можно. Тянет игра отлично. По крайней мере, колдул тянет отлично. Если вам надо была именно игровая производительность, более высокая, чем Redmi Note 8 Pro, побольше дисплей, потому что удобнее играть, получше звук, получше дисплей, берите Redmi Note 9 Pro, не прогадаете. Единственное, что я всё-таки советую вам немножко подождать. Кстати говоря, ссылки в описании будут на оба аппарата, где я покупал, цены постоянно меняются. С коробки идёт вот такая плёночка, наклеенная на дисплей. Но, правда, она не очень хорошего качества. То есть приклеена она отлично. И спасибо Xiaomi за плёночку, конечно. Это 100%. Но она без телефонового покрытия. Неприятно с ней работать, неприятно, вот она ощущается неприятно. Палец не скользит без элефобки. И когда ты играешь, телефон нагревается, пальцы начинают потеть, и вот большой палец аж впивается, аж надрывает вам вот тут в этой области, где ноготь, да, надрывает и становится некомфортно, даже немножко больновато. Так что, по-любому придётся покупать защитное стекло с элефобным покрытием или там какой-нибудь гидрогель-плёнку. В скором времени я покажу, уже много заказал, так что пишите на канал. В скором времени покажу распаковки, поклею, покажу, расскажу, стоит ли вообще платить ту или иную сумму за эту плёнку или за другую плёнку. И зато, ну, короче, посоветую, какое стекло лучше для приобретения. По звуку в наушниках этот получше играет, я это ощутил, потому как здесь Snapdragon, здесь MTK, и всё-таки Snapdragon и aptX поддерживает. Он и погромче играет, где-то процентов на 15 лучше, чем Redmi Note 8 Pro. Так что для меломанов он более подходит, чем Redmi Note 8 Pro. На этом всё, до новых встреч. Так, есть желающие? Вон он сидит, гай. Готов, Вася. Ну и я, в принципе, готов.